Валентина родилась под счастливой звездой. Малышка стала трехтысячным ребенком в Одинцовском районе с начала года. Для мамы полная неожиданность, что дочь своим появлением на свет пополнила семейный бюджет сразу на 100 тысяч. Это действительно большой новогодний подарок, связанный с рождением дочки еще тем более. Потратим, наверное, на подарки детям в первую очередь и на какие-то вкусности, сладости. В Одинцовском роддоме созданы все условия для комфортного пребывания мам и малышей. Здесь работают профессионалы своего дела. Именно Ольга Мюсюкевич построила работу лечебного учреждения таким образом, что оно за короткий срок стало одним из лучших в регионе. Здесь поддерживают материнство. Акция поощрения тысячных родов – тому подтверждение. Я очень люблю родильный дом и мы всегда были на пути развития. И, конечно, первое, что мы всегда говорили нашим мамам – спасибо за то, что вы к нам пришли. Потому что родильный дом все-таки – это не больница, это немножко другое. И сюда каждый пациент приходит за счастьем. И если мама беременная пришла и доверяет себе свое счастье – это самый высокий показатель рейтинга учреждения. И, конечно, в знак благодарности мы всегда думали о каких-то акциях. Благотворительность, какие-то подарки, поощрения и, наверное, слова «спасибо вам». И поэтому мне очень приятно, что мой большой друг, Нина Васильевна Гинтова, поддержала эту идею. В прошлом году мы вручали подарки к Новому году. И, безусловно, мы решили, потому что в родильном доме было достаточно много родов, 4300 родов было в прошлом году. И мы решили каждым тысячным родам дарить денежные такие подарки, премии. И, кстати, к пятитысячным родам должна была быть премия 250 тысяч. Но пятитысячные роды, к сожалению, в этом году не состоялись. Но я думаю, что в следующем году учреждение все-таки наберет оборот. У родильного дома большой потенциал, и его можно развивать. Роддом находится в составе большой, крупной, многопрофильной больницы. Мы знаем, что беременные женщины, вынашивая беременность, болеют разными заболеваниями. Параллельно это и сахарный диабет, это и мочекаменная болезнь, пилонефриты и так далее, и так далее, и так далее. На базе этой больницы всех беременных женщин можно обратить к себе. Параллельно это называется экстрагенитальная патология рожать женщин с этой экстрагенитальной патологией. Потенциал действительно есть. Нина Гинтова, вице-президент банка МКБ, посетовала на то, что не удалось побить рекорд рождаемости прошлого года. Тогда число малышей перевалило за 4 тысячи. Но благодаря поддержке банка МКБ, возможно, следующий год выйдет вперед по показателям. Ведь за пятитысячного малыша МКБ готова выплатить родителям порядка 250 тысяч рублей. Московский кредитный банк продолжает акцию «Добрый дел». И мы хотели бы принести вам вот этот сертификат, который вы можете прийти из Московского кредитного банка на 100 тысяч рублей, получить карту, стать нашим клиентом, партнером нашего банка. И, конечно же, сделать какие-то приятные подарки для своей маленькой принцессы. Пока шло торжественное вручение сертификата, в операционной роддома бригада врачей боролась за жизнь другого ребенка. В приемное отделение с сильным кровотечением поступила женщина. Время шло на секунды. Акушеры, неонатологи, анестезиологи ринулись спасать маму и малыша. Родильный дом в Одинцов является хорошим, качественным, высокопрофессиональным учреждением, где работают очень хорошие доктора, очень сильная команда. Здесь есть и женская реанимация, и взрослая реанимация, и реанимация для новорожденных и недоношенных детей. Есть отделение второго этапа, которое мы недавно открыли. Есть полностью все оснащение для выполнения, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи. То есть, практически, это учреждение, сейчас родильный дом, уже готов соответствовать учреждению третьего уровня. Поэтому, я думаю, что его развитие получит дальнейшее, конечно, развитие этого перинатального, как перинатальный центр. Мы можем также здесь делать различные операции, различные манипуляции, различные уникальные методики. Сейчас здесь уже есть лицензия на ВМП по гинекологии. В ближайшее время получается лицензия по кушерству. Также есть лицензия по наонотологии. Поэтому, родильный дом должен и будет процветать, потому что команда, на самом деле, очень хорошая. Валентина пока не может самостоятельно распорядиться своим сертификатом. Мама пообещала, что вся премия пойдет на детей. Их теперь двое, а значит, все пополам. Внимание и материнская любовь. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».